Вопрос про единственные отношения. То есть вы в лекциях говорите, что нужно заниматься сексом столько, сколько сможете. То есть как можно меньше, чем можно быть сексом. В то же время какая-то фраза там, об арестованной женщине, что если ты оставишься у мужа совсем без секса, ничего хорошего. Но ни в одной лекции я для себя не раскрыл глобально, что такое секс с точки зрения пены. То есть что это вообще? Это порог, это физиологическая потребность. Ну, то есть глобально. То есть как раз, что это такое? Секс это самая сильная, неуправляемая, разрушительная, влиятельная и опасная энергия жизни человека. Поэтому существуют разные типы знания для разных людей. Например, знания о природе секса и отношений к нему дается только отреченным людям. То есть если человек монах, я могу ему рассказать, что такое секс, как он действует и как к нему относиться. Человеку же семейному следует просто изучить в какой-то степени это знание, в какой-то степени для того, чтобы не разрушить свою семью и чтобы была гармония. В целом следует знать, что недопустимо никакого истязательства по поводу близкого человека в этом вопросе. Это разрушит семью напрочь. Энергия огромная, с ней надо очень аккуратно обращаться. То есть правильнее, грубо говоря, если не углубляться в этот вопрос детально и себе и всем оставить совет, просто если у кого-то там сильное желание, просто его сдерживать. Самое правильное. Себе такой совет. Себе. Но даже другим людям вы не имеете права давать такой совет, потому что это все зависит от их развития. У вас достаточно серьезное развитие сейчас, чтобы себе дать такой совет. Но у многих людей даже такой совет им не подходит. Поэтому вы знаете, что с этой энергией надо быть очень осторожным даже в советах. По этой причине я также слишком много о миасе не говорю на лекциях, как вы заметили. Есть вещи, которые нельзя сильно обсуждать, потому что они очень болезненные. Спасибо. Так я опираюсь на древневедическое знание. Эта опора нужна для того, чтобы раскрывать глубже природу психики человека. В каждой традиции, в каждом Священном Писании есть свои преимущества. Вот мне понравилось для сведы тем, что там очень глубоко описывается строение психики человека. Там буквально описываются тысячи каналов психических. Я не буду как бы на это сейчас тратить время ваше. Я буду говорить просто о какие-то практические вещи, которые понадобятся. Так психика человека состоит из трех основных составляющих. И эти три составляющие надо очень хорошо понимать, чтобы понимать, как себя вести в отношениях. Потому что отношения происходят между двумя психиками человека, между двумя характерами. Первая структура, которую следует понять, называется чувством собственного достоинства. Или его также называют бескорыстием и эгоизмом. Это все одно и то же. Чувство собственного достоинства, бескорыстие и эгоизм – это одна и та же структура. На санскрите она называется аханкар или чувство собственного достоинства или эгоизм человека. Вот эта структура психическая, она предназначена для того, чтобы выжить в этом мире. То есть человек для того, чтобы ему жить, ему нужно дышать. Чувство собственного достоинства или эгоизм человека заставляет дышать. Желание жить также можно это назвать. То есть это все одно и то же. То есть человек хочет жить, ему нужно кушать. Когда его щипают, ему больно. Боль – это тоже исходит. Это тоже составляющая эгоизма человека. И эгоизм человека или чувство собственного достоинства есть два типа действовать. Всего два типа действовать. Первый тип диктуется страхом. Когда человеку страшно, то он направляет чувство собственного достоинства на себя. Вот допустим, я читаю лекцию и вдруг по какой-то причине мне стало трудно дышать. Я буду продолжать читать лекцию или нет? Нет, я закончу читать лекцию и буду сидеть дышать. Потому что это крайне необходимо. Мертвые не могут читать лес. Человек, если не дышит, значит все. Поэтому, если говорить о эгоизме, как мне говорят, ты эгоист. Некоторые говорят, ты эгоист. Но это значит, что его чувство собственного достоинства направлено на самосохранение. Понимаете? Причина такой направленности может быть правильной, а может быть нет. Допустим, если человек сильно болен. Допустим, у человека слабость. Муж говорит жене, иди, давай убирайся, хватит валяться. Она идет убираться и чувствует ей тяжело. Начинает опять отдыхать. Он начинает заставлять ее трудиться дома. Но она ему говорит, я не могу, прости, мне что-то плохо. Потом оказывается, что у нее тяжелое заболевание. И он только тогда начинает понимать, почему он так себя ведет. Не обязательно человек плохо себя ведет, потому что он эгоист. Есть другие причины, которые могут стать причиной такого поведения. Или, допустим, человек не может вступать в близкие отношения. Он говорит, мне очень тяжело сейчас, мне нужен отдых от отношений. Человек говорит, ты не любишь меня. Допустим, не факт. Если тяжело, то значит тяжело, нужен отдых. И надо это учиться понимать. То есть, другими словами, эгоизм не означает всегда то, что мне не нравится. Если мне в человеке что-то не нравится, это не значит, что он не обязательно, что он эгоист. Просто бывают вынужденные ситуации. Допустим, часто у женщин вынужденными ситуациями в отношениях является психическая усталость. Женщине часто нужно побыть одной для того, чтобы психически восстановиться, потому что она в отношениях всегда их поддерживает. Женская природа работает так, что она поддерживает отношения, дает энергию в отношениях. Пытается счастливыми сделать всех близких. Но когда у нее нет энергии, она сидит. И муж подходит, говорит, в чем дело? Она говорит, я устал. Он говорит, ну что тебе не хватает в жизни? Что ты устал? Что тебе не хватает? Она говорит, я тебя что трогаю? Я просто устал. Ну а она не знает, что женская энергия поддерживает счастье в доме. Именно женская энергия поддерживает счастье в доме. Даже тараканы волнуются, когда женщина устала. Не то, что муж. Что все питаются этой энергией в доме. Когда женщина устала, все печалятся. Поэтому муж ходит кругами, когда она сидит одна. Его тоже можно понять. Надо ему объяснить, не волнуйся, я отдохну и опять будешь счастлив. И так далее. Ну то есть видите, чувство собственного достоинства человека направляет его действия в одну сторону, то в другую. И это всегда бывает абсолютно непредсказуемо. Все зависит от того, от потребности внутренней человека. Есть две составляющие активности. Одна составляющая активности – это страх заставляет человека зациклиться на себе. Другая составляющая активности, чувство собственного достоинства – это знание или бесстрашие. Знание дает человеку бесстрашие. Когда человек наполняет свою жизнь знанием, то он начинает действовать вопреки определенной схеме, которая диктует страх. Например, животные всегда действуют по одной схеме. Если животное испытывает голод, что оно делает? Ищет пищу. Может ли животное добровольно поститься? Понятно, что оно постится, потому что нечего есть. Но это не значит, что животное постится для того, чтобы вылечить себя там и так далее. Оно бывает не может есть, и поэтому постится и вылечивается. Но надо понять, что логика бескорыстия или знания, основанная на знании, животному не присуща. Только человек может поститься, ограничивать себя от пищи целью, развиться как личность или вылечиться, или еще в какой-то цели. Человек может делать что-то для другого человека, абсолютно забыв про себя, не думая о себе. Логики нет в этом никакой. Но счастье есть. Таким образом, смотрите, пока человек действует в рамках страха, жизнь, направленная на самосохранение, всегда вызывает напряжение у всех окружающих людей. Правило номер один. Как действует чувство собственной достоинства. Если мы занимаемся тем, что себя спасаем, это хорошо для меня, но тяжело для всех остальных. Потому что обмен энергии от этого страдает. С другой стороны, если я действую на благо всех людей и действую качественно, правильно, не ущемляя себя, то тогда в этом случае все счастливы. Бывает, что человек действует на благо других, но при этом себя ущемляет. Допустим, девушка приготовила мужа покушать, но при этом она делала это с целью получить благодарность от него за ее труд. Ну то есть цель не накормить мужа, а получить благодарность. Ну и муж, естественно, что он делает? Он голодный, он ест, надо есть. В это время он способен к бескорыстному поступку или нет? Маловероятно. Если он знает, у него есть знание, что жена обидится, если этого не сделает, тогда он будет где-то делать. Но если человек ест, он склонен кушать в это время, у него эгоизм работает на потребление и на отдачу. Ну то есть есть два варианта. Первый вариант, он может вообще забыть, отблагодарить, у него благодарность будет в сердце. Он ее безмолвно даст, как бы своей улыбкой. Этого недостаточно женщине никогда, ей нужно конкретно сказать, что мне очень вкусно, очень понравилось. И надо сказать, иначе она будет думать, что это он пошел, поел и пошел. Видите, знание дает возможность человеку стать бескорыстным. Сначала бескорыстие человек делает бескорыстные поступки из чувства долга. Он знает, что так лучше, поэтому так делает. Счастье особо он от этих поступков не испытывает. Но потом, когда он уже знает еще больше, у него реализованное знание, он знает, что такой поступок по-любому приведет счастье, поэтому он радуется поступку и при этом ждет. Ну, например, прыгать в прорубь – это абсолютно не эгоистическое мероприятие. Ну, то есть, нет никакого счастья в проруби. Счастье наступает после. Сам процесс пребывания в проруби не вызывает счастья, поверьте мне. Там тяжело, там все тело сковывает. Вот так вот. Но когда оттуда выпрыгиваешь, то наступает счастье. Организм активизируется, жар во всем теле, счастье, радость. И человек ради того, чтобы испытать это, позже он смело прыгает в прорубь, если он уже это знает. Он много раз это делал, у него уже реализованный опыт. Итак, когда человек много раз делал какой-то поступок определенный, у него уже есть знание, что потом будет счастье обязательно, то такой поступок может стать бескорыстным. Ну, человек просто уверен, что потом все будет хорошо, поэтому ничего не ждет сейчас взамен. Таким образом, два вот этих типа работы эгоизма человека являются основой для отношений. Когда эгоизм в отношениях направлен на себя, отношения всегда натянутые, тяжелые и несчастные, в конечном счете. Когда эгоизм в отношениях направлен на близкого человека, тогда они постепенно становятся счастливее отношений. Причем есть еще очень важный момент, что в отношениях также эгоизм бывают разные силы. У одного человека от чувства собственного достоинства слабее становится в отношениях, а у другого сильнее, оно крепнее. Это зависит от того, кто кого кормит энергией любви. Тот человек, который отдает любовь, у него крепнет энергию, эгоизм становится крепким, такой сильным. А тот, кто берет энергию любви, он слабеет, как ни странно. Но мы об этом будем говорить позже, эта тема сложная, поэтому сейчас просто я вам говорю, что бывает так, что вы не можете воспитывать близкого человека, у вас нет сил ему сказать строго что-то, потому что у него очень твердый эгоизм сильный, а у вас очень слабый, так получилось в отношениях. И надо выровнять это, чувство собственного достоинства должно быть одинаковым в отношениях, иначе не будет гармонии. Это очень важный момент, но это сложная тема. Мы сейчас просто терминой пытаемся понять, что такое чувство собственного достоинства есть у каждого человека. И оно его не может не быть. Это часть нашей психики, и она очень существенная часть. Еще также следует отметить, что в этой чувстве собственного достоинства есть еще один важный момент, который надо очень глубоко понимать. Чувство собственного достоинства, оно имеет дело с энергией любви. Вот, допустим, когда парень видит, девушка красивая, это значит, что ее чувство собственного достоинства очень достаточно большую силу имеет, что она его привлекла. Понимаете? И это дает основание для того, чтобы любить человека. Если чувство собственного достоинства стало слабым, то любить человека не за что. Любить можно только достойного человека, другими словами. Вот теперь представьте себе, девушка думает, что-то я давно одна, так плохо. Вот и так далее. Выйдет она замуж или нет? В это время чувствует, собственно, достоинство становится слабым. Она никому не нужна, никто на нее не смотрит, потому что... Ну, а если ей смотрит, то это меня вообще не устраивает. Вот, то есть ей надо стать сильной, радостной внутри себя, чтобы привлечь кого-то к себе. Нужно стать сильной. Чтобы стать сильной, нужно забыть о том, что надо замуж. Видите, тут интересная такая философия получается. Но мы потом попозже об этом поговорим. Сейчас надо понять, что есть такое понятие, как привязанность. Смотрите, можно отдавать куда-то свою энергию, а можно ждать оттуда энергию. Отдавать и ждать. Когда человек ждет откуда-то силы, это называется привязанность или зависимость. Когда человек отдает кому-то силы, то он не может быть зависим, потому что он сам является источником энергии. Допустим, розетка, если есть, то если я туда вставляю провод для того, чтобы получить электричество, я зависим от этой розетки. Но розетка от меня независима, вставлю я туда или не вставлю, ей от этого хуже не становится. Правда? Но если нет розетки нигде, то у меня нет электричества, все, то есть нет источника питания. Поэтому очень важно понять разницу. Допустим, мать сильно переживает о сыне, она бегает, бегает за ним, говорит, «Сынок, ну ты чего постоянно, вот это не надо, вот то не надо, ну давай, пожалуйста, старайся». Он говорит, «Мама, я так устал уже, может быть, ты меня оставишь в покое?» Теперь как вы думаете, кто от кого зависит? Мама от сына. Это значит, что ее чувство собственного достоинства в отношениях падает, теряет силу, а его укрепляется. Это значит, что она не сможет скоро вообще его воспитывать, потому что он станет сильнее ее в отношениях. Другими словами, она получает счастье от него в отношениях от своего сына, получает, получает. И женщина всегда испытывает счастье не от своей жизни, а от жизни тех, кого она любит. Поэтому она и хочет, чтобы он жил правильно, чтобы больше счастья было. Это все логично. Но если она зависит полностью от этого чувства, то тогда мало того, что он не будет счастлив, он еще и потеряет отношения с ней. Он не будет, у него будет протест, потому что она делает его рабом своих желаний. Он говорит, живи, как я хочу. Он не может. Это его жизнь. Попробуйте жить, как кто-то хочет. Не так-то просто, правда ведь? Все хотят жить, как они сами хотят. Ну так, я вам просто привел пример, что такое привязанность или зависимость от другого человека. Допустим, кто-то меня бросает, близкий человек меня бросает, и я впадаю в длительный стресс на несколько лет. Причина этого стресса что? Зависимость. То есть, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Чувствуете, да, о чем речь? Зависимость, привязанность. Но если я служу человеку, отдаю ему что-то всю жизнь, и он меня бросает, у меня возникнет такое чувство? К сожалению, будет утрата, но стресс, когда человеку плохо, он не может жить, не может спать даже, у него не хватает сил. Это значит, что он стал зависим. Зависимость, смотрите, зависимость, давайте вводим термин. Зависимость — это неправильное использование энергии любви. Если я не отдаю энергии любви, а только ее беру, то это называется зависимость. И она рождает страдания. Теперь еще приведем один пример интересный. Оказывается, это сильное желание любить, то есть быть любимым, сильное желание быть любимым разрушает саму любовь. Когда у человека очень сильное желание быть любимым, он перетягивает на себя энергию любви, и тот человек, который его тоже любит, перестает любить. Поэтому тот, кто сильно привязывается к другому человеку, его обычно бросает. Вот отсюда возникает несчастная любовь. Не успеешь уйти, я бегу за тобою, чтоб во сне не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, вот такая беда. И когда тебя нет, ты со мной, ты со мною всегда. Понимаете? Зависимость такая сильная. Ну хорошо, ладно, двигаемся дальше. Итак, мы ввели новый термин, называется любовь, энергия любви. Знаете, что любовь или счастье — это одно и то же. Когда человек испытывает счастье в отношениях с собой, это называется счастье. А когда он испытывает счастье в отношениях с кем-то, это называется любовь. В этом вся разница. Но энергия одна и та же. Теперь на основе этой энергии счастья давайте введем новое понятие, которое называется психическая структура человека. как бы. У нас есть психический каркас, в котором живет наш организм. Веда объясняет, что не нервная система является источником энергии для всего организма, а энергия счастья является источником энергии. Энергия счастья попадает в нервную систему, дает регуляцию всего организма. Энергия счастья также попадает во все органы и системы. Каждому органу нужно свое счастье. Счастье имеет разные-разные-разные оттенки. И все эти оттенки энергии счастья называются хорошими чертами характера. Ну то есть, допустим, есть такой оттенок счастья, который называется стабильность или способность побеждать трудности. Вот этой энергией счастья питается печень. Если у человека нет такой способности побеждать трудности, ему какая-то трудность мешает жить, то от этого печень начинает страдать. Второй, допустим, энергии счастья как бы чертой характера, видом счастья является гармония в отношениях. Давайте жить дружно. Гармонией в отношениях питается сердце. Если нет гармонии в отношениях, то сердце болит. У меня сердце болит от наших отношений. Значит, они не гармоничные. Нет гармонии, диссонанс в отношениях. Стабильностью внутренней, спокойствием питается позвоночник. Отсутствием отчаяния питаются суставы. Отсутствием суеты питается кишечник и так далее. Видите, весь организм нуждается в счастье. Без счастья невозможно жить. Поэтому человек хочет счастья всю жизнь. Нужно счастье каждый день. Так? Даже с точки зрения здоровья нужно счастье. Итак, вот этот психический остров, в котором мы живем, называется «манас» на санскрите. По-русски это означает слово «ум». Мы понимаем ум как тем, чем мы думаем, там мысли находятся в уме. Вот. Но это более широкое понятие на самом деле. Есть тонкое тело ума на санскрите. Называется «линго шариран». То есть тонкое тело ума, оно имеет свое строение, которое тоже важно понимать. Потому что в нем, например, есть зона в этом строении, вот здесь в области сердца, в которой находится скоплена память о том, о чем было, о том, что было в нашей жизни. Память находится. И все наши мысли, эмоции, чувства, они находятся внутри памяти. Память является основой для жизни. Вот о чем человек помнит, туда течет его деятельность ума. Память имеет такую природу, что она может выходить за рамки меня и связывать меня с каким-то объектом. Когда человек что-то вспоминает, он контактирует с этим объектом. Контакт может быть очень явный и может быть очень поверхностный. Все зависит от силы памяти, насколько сильно я вступаю в этот контакт. Так же у ума есть чувство, чувство зрения. Это глаза или нет? Глаза – это орган чувства. Он принадлежит грубому телу. Глаза принадлежат грубому телу. Чувство зрения принадлежит психическому телу. Почему я сделал такое разграничение? Потому что веды объясняют, что… Ну и веды еще кто? Еще Высоцкий объясняет. Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь на совсем. Ну то есть, смотрите, оказывается, что психика человека, она не умирает. Умирает только грубое тело. Глаза умирают, чувство зрения не умирает. Теперь Вы скажете, Олег Геннадьевич, это слишком революционно. Где доказательства? Доказательства есть. Почитайте книгу Моуди. Это не шарлатан. Моуди – это доктор медицинских наук. Он занимался тем, что он спасал людей от смерти. Он работал в реанимации кардиологом. И у него был такой интересный вид исследования, когда он спрашивал людей, после того, как они выжили, о том, что они помнят о том, что было в этот момент, когда была прямая линия и на оциллографе, и на кардиограмме. Ну то есть, тю-тю называется. В это время человек, по идее, согласно современной науке, он не должен ничего помнить, ничего понимать. Тем более, у него были закрыты глаза. Так вот, 30% людей описывают не только то, что происходило в это время, когда они не должны ничего видеть, слышать и понимать. Они описывают также обстановку, вид сверху, обстановку в комнате. И они говорят, что я себя чувствовал легким, все видел и все слышал. Понимаете? То есть, человек попадает, отделяется от грубого тела в это время, в момент смерти, и остается в тонком теле. И в этот момент он приходит в сознание. Бессознательное состояние – это не значит, что ничего не работает. Просто ум может работать через чувства, через органы чувств может работать, или может работать напрямую без них. Но для того, чтобы без них работать, ему надо выйти из тела. Пока ум находится в теле, тонкое тело ума находится в теле, если чувства не работают, значит, он ничего не видит, не слышит. Называется бессознательное состояние. Но когда тонкое тело ума выходит из тела, он не зависит от органов чувств, он может сам смотреть. Некоторые люди обретают способность видеть и слышать без глаз и ушей Ванга. У нее вообще глаза были закрыты. Она все видела, все это знают. Она могла рассказать о любом человеке, который даже только подходил к ее дому, потому что тонкое зрение, у нее нет преград, у нее нет препятствий. Оно может видеть больше, чем мы можем себе представить. Итак, другими словами, у ума есть пять чувств. Первое чувство – это чувство слуха. Оно самое главное, позже скажу почему. Потом второе чувство – чувство сизания на втором месте стоит. Третье – чувство зрения. Четвертое – чувство вкуса. И пятое – чувство обоняния. Эти чувства дают нам возможность получать энергию счастья. Мы через них контактируем с счастьем. Они, как антенки, настроены на разные виды счастья в жизни. Но есть только один вид счастья, который крайне необходим. Это счастье связано с победой над судьбой, которая дает возможность изменить свою жизнь. Этот вид счастья человек может получить только через звук. Только через звук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok